приветствую силачей старой школы в общем это необычный будет формат видео в нем я не буду ничего гнуть не буду ничего рвать ломать и поднимать в нем я немножечко поговорю такие видео уже были но мне их немного ну и это одно из них очередное в общем этом видео я хотел бы поговорить о таком а такой вещи как силовой тренажер соцкого силовой тренажер соцкого до под названием bizon в общем там есть bizon 1 bizon 2 много всяких модификаций я честно говоря в них не сильно вникал в общем буду говорить не знаю об общем тренажере bizon какой он там свое стандартном виде сразу хочется сказать что это не рекламное видео это не анти рекламное видео хотя я уверен что многим она не понравится и у многих возможно даже подгорит немножечко жопа но тем не менее снять его нужно собственно такой вопрос наклевывается если это не рекламное видео то нахер мне его снимать все верно но я выявил для себя три причины по которым по которому я должен снять это видео хотя и не планировал так первое первое это часто задаваемые вопросы на по касательно этого тренажера наверняка для многих не секрет что я создатель движения силачей старой школы и вконтакте есть такая группа в общем это даже уже целая сеть групп и она подразумевает под собой такую вещь как сгибание гвоздей и завязывание их в узел и так уж получилось что этот тренажер непосредственно позиционируется как тренажер для сгибания гвоздей и он сопутствует тренировкам для сгибания гвоздей собственно у меня в группе много людей гнут гвозди делают из них узлы я в частности очень люблю завязывать гвозди в узлы и не только гвозди в общем и поэтому большое количество вопросов на эту тему не спрашивают в личку так это собственно как можешь прокомментировать этот тренажер можешь мама можешь ли там дать рецензию часто меня спрашивают на стене группы то есть в общем я сначала пытался людям ответить как бы в личных сообщениях как бы переписки на все получается очень долго людей много вопросов много поэтому все-таки решил что наверное нужно снять видео одна из причин по которой нужно снять это видео вторая причина это агрессивная реклама то есть этот тренажер он очень очень агрессивно пиарится в такой вот прям таки форме что типа без него вы там не сможете гнуть гвозди везде какие-то спам боты постоянно пишут мне вконтакте под моими видео тоже начинается на ю тубе какие-то там типа темы покупайте наш тренажер соцкого бизон вы сможете там закручивать гвозди там как этот парень или еще что-то лучше и меня честно говоря начинает на эту тему немножечко бомбить задницы потому что я никогда этим тренажером собственно не пользовался заслуг у меня перед этим тренажером никаких нет но при этом как бы этот тренажер позиционирует себя так что не знаю благодаря нему что ли я научился гнуть эти гвозди и все это активно без моего согласия вопроса как бы пиарится на моих видео мне это раздражает и это сразу удаляю но это тоже это второй аспект по которому собственно я решил снять это видео ну и третья третья причина по которой я хочу снять это видео я о ней скажу немножечко попозже а именно в конце то есть там эта тема требует отдельный отдельного обсуждения вот поэтому они поговорим чуть позже но мы собственно продолжаем и начнем мы чё начнем мы с моем с моего мнения об этом тренажере хочется сказать что у меня его нету к сожалению в наличии я вам не могу показать но если вам интересно вы можете загуглить в контакте ой загуглить в контакте загуглить в гугле соответственно интернете поиска посмотреть картинки посмотреть видео рекламы очень много информации очень много вы поймете о каком тренажере идет речь вот я этот тренажер наверное трогал два или три раза в жизни один раз я его трогал у своего друга второй раз я утро было на какой-то выставки в каком-то магазине, в общем, моему другу его подарили на день рождения вроде бы, он что-то там с ним потыркался, там месяц-два, и в итоге его продал. Вот, я его тут же покрутил, посмотрел, по это самое пощупал, там можно регулировать нагрузку, еще что-то, в общем, по это самое его погнул, потискал, ну и какое-то понимание, впечатление у меня о нем сразу сформировалось, потому что я в этой теме, ну, не новичок, но понимаю в этом плане, что к чему, поэтому общее представление о нем сразу понял, вот, поэтому могу о нем судить. Так вот, сейчас начнем, я расскажу свое мнение об этом тренажере, я выделю плюсы и минусы, начну с минусов. Первое, что бросается в глаза, это то, что тренажер, судя по всему, рассчитан на неочиненных людей, потому что слоган его гласит так, благодаря этому тренажеру вы сможете гнуть гвозди, то есть вы сможете сгибать гвозди, купив наш тренажер. В общем, все это так вот, в такой вот форме, назидательно-наступательной. Звучит так, как будто без тренажера вы эти гвозди сгибать не сможете. То есть, типа, вообще просто купите наш тренажер, иначе гвоздь вы никогда не согнете. Все это вот так вот преподносится, и в принципе, что удивительно, люди действительно это хавают. И вопросы в интернете поступают мне тоже от такого плана, то есть, Виктор, ты гвозди гнешь благодаря этому тренажеру, да? То есть у людей вырабатывается такая связь о том, что если вы хотите согнуть гвоздь, вам нужен этот тренажер. И, к сожалению, это не от большого ума, я так понимаю. То есть, этот слоган мне не нравится. Возможно, этот тренажер – один из путей достижения по сгибанию гвоздей, но это не панацея, и это не единственный путь, так скажем. Поэтому, вот первое, что мне не нравится, это вот такой вот подход и позиция. Второе – это сомнительная польза, как для меня. Многие этот тренажер хвалят, куча видео, куча отзывов о том, какой он классный, какой он замечательный. На мой взгляд, польза от него, ну, она безусловно есть, она безусловно присутствует, особенно для людей, которые отродясь не занимались ничем, там, для офисных работников, которые действительно физически настолько слабы, что не могут двухсотку пополам согнуть в изначальной своей тренировке. Для них, да, возможно, полезен он, но, по сути, если вы тренирующийся атлет, который занимается и который более-менее в этом смысле, ну, он, возможно, даст вам какие-то там профиты, но они будут сомнительны, то есть их будет немного. Поэтому сомнительная польза от тренажера – это вот один из главных минусов. Хоть он и позиционируется как прям вообще там волшебная палочка для сгибания гвоздей, мне кажется, это немножко притянута за уши. Второй аспект, который, вернее, второй минус, или это уже третий минус, это его цена. То есть я сейчас посмотрел в интернете, сколько он стоит, и тренажер стоит 5000 рублей. То есть вы заплатите деньги за сомнительный тренажер, который в своей функции несет только то, что вы сможете там по итогу сгибать гвозди, и ваши руки станут немного сильнее. И все это за 5000. В принципе, за такие деньги, не знаю, тренажер должен не только помочь вам сгибать гвозди, он должен вам, не знаю, срать этими гвоздями или, не знаю, или там готовить, жрать вам. Потому что, ну, 5000 за тренажер, который вам поможет сгибать гвозди, это очень дорого. Вот, то есть, ну, большая цена, мне кажется, тоже довольно весомый минус. А еще один минус, который я выделил, это большое количество деталей в этом тренажере, которые, ну, там, это механическая вещь, которая движется в разных плоскостях, в общем, там шарниры, подшипники, какие-то подкладочки, резиночки, все это там, ну, в немалых количествах, то есть у него довольно сложное устройство. В чем тут может быть минус? В том, что со временем эти устройства у вас посыпятся. Насколько я знаю, они там, какие-то подкладочки резиновые, они там протираются, если использовать этот тренажер там на больших нагрузках выставлять, то есть они там начинают плавиться, вонять, что-то такое, стираться, и это нужно менять. Плюс еще там его нужно то ли смазывать, то ли еще что-то. В общем, тренажер требует к себе еще какого-то дополнительного сервиса, благодаря своей технологической сложности. И, как бы, я считаю, что за такие деньги, которые вы заплатили, он должен быть, блин, вечный. Вы платите 5000 рублей, тренажер юзаете, у него там что-то начинает плавиться, гореть, возможно, отваливаться и какого черта. Вот, поэтому сложность конструкции, она тоже в этом плане, она идет не на пользу данному агрегату. Так, что там у нас еще есть? Из-за того, что, как бы, он дорого стоит, и у него сомнительная польза, можно найти довольно много альтернативных методов за меньшие деньги и с большей надежностью. То есть, допустим, обычная кувалда, купленная в магазине, не знаю, сколько они там сейчас стоят, я брал свою давно, она там рублей 500 или 400 стоила, ну, сейчас может быть 700 или 1000. За 1000 рублей вы сможете купить кувалду, которая просто перекроет этот тренажер соцкого по всем параметрам. она может сделать ваши кисти просто дьявольски сильными при должном подходе, она не сломается, она дешево стоит, и при этом ее можно использовать не только для того, чтобы гнуть гвозди, вы можете, в принципе, делать и какие-то бойцовские упражнения наподобие стучания молотом по покрышке, только как приятный бонус. То есть, в принципе, альтернатива она есть, вы подумайте. Вот. Плюс еще за 5000 можно на барахолках поискать, на барахолках, пунктах приема металла, на каких-нибудь толкучках можно поискать гири, и, в принципе, за 5000 можно найти две гири по 32 кг, и они из вас самого сделают бизона, при том не только в руках, вы сможете не только закручивать гвозди, если грамотно тренироваться, вы сможете и откручивать головы людям, то есть, купив две гири, вы можете сделаться сильным не только в руках, кистях и предплечьях, вы можете сделаться сильным всесторонним и просто перестроить свое тело и вообще построить тренировки. Мне кажется, за 5000 можно даже купить и две гири, и кувалду, и вообще лан френ лан фра. Вот. Вот это, что касательно минусов лично для меня. Так. Мы продолжаем. В общем, я назвал довольно много минусов, и кому-то это видео сможет показаться необъективным, ну, может быть, так и есть, нехер было спамить на моих видео. Вот. Но все-таки некоторые плюсы этого тренажера я сейчас выделю. Один из них – это креативность и интересность. В принципе, несмотря на все минусы, которые я сказал, этот тренажер, он, ну, креативно сделан, он довольно интересный. То есть, когда он попадает к вам в руки, особенно если вы в этом деле новичок, вам первое время интересно с ним тренироваться. То есть, он напоминает такую игрушку для взрослых, а может быть, и не только для взрослых, и для детей, так скажем, такой, не знаю, конструктор или как это назвать. В общем, он креативный и довольно интересный. То есть, его там можно потискать, можно позажимать. В принципе, когда он первый раз мне попал в руки, у меня были неплохие и приятные впечатления о нем. Но только как о игрушке, а не как о каком-то серьезном тренажере по достижению каких-то там колоссальных результатов, там, силы рук и еще чего-то. То есть, ну, приятная вещь, приятный девайс, можно его пощупать, но это делать приятно, не знаю, когда этот тренажер купили не вы, а, возможно, ваш друг или где-нибудь в магазине. В принципе, я думаю, даже если его купить и потренироваться некоторое время, он довольно быстро на доезд. Вот. Опять, короче, из плюса сделал минус. Ни хер было спамить на моих видео. Так. Второй плюс это то, допустим, если вы такой человек, который любит разнообразие, или вам надоело однообразные тренировки, то есть, допустим, вы там тренировались с этим, с этим, с этим, с этим, и все вам источертело до такой степени, что уже тренироваться не хочется, в принципе, этот тренажер может быть, послужить вам лучиком света, серости ваших будней, то есть, возможно, вам как-то, ну, не знаю, вас это подтолкнет тренироваться дальше, но это вот касается людей, которые, в принципе, не знаю, избалованы, наверное, тренировочными какими-то, каким-то тренировочным инвентарем, или которые тренируются уже много-много лет подряд, им хочется что-то пробовать новое. В принципе, этот тренажер неплохо подойдет для вас. Вот, то есть, так, почувствовать что-то новое, так, типа, такой свежий ветерок в летний день. Еще один плюс, это один из плюсов, да, неплохой, в принципе, плюс, это то, что им можно очень хорошо разминаться. То есть, допустим, если у вас намечается какая-то тренировка, допустим, серьезная по сгибаниям, или тренировка серьезная, даже не серьезная, если вы, допустим, скалолаз, и в скалолазном зале вам нужно, там, не знаю, как-нибудь разогреть руки, это можно сделать благодаря этому тренажеру, то есть, он хорошо разминает руки, он обеспечивает приток крови к рукам, к кистям, к пальцам, то есть, он прям вот их заливает, пампит, очень здорово. В принципе, в качестве разминки очень шикарно, вы его там покрутили, там сначала на легком этом самом уровне, потом чуть усложнили, чуть усложнили, все, ваши руки размяты. То есть, в качестве разминки хорошая вещь. Так, и еще один плюс, который я хотел бы выделить, это профилактика травм и восстановление после травмы, то есть, допустим, если вы сломали руку, или там у вас какая-то серьезная травма случилась, вы прошли там какой-нибудь, какой-нибудь курс лечения, там, походили в гипсе, и ваша сила упала, то есть, вам рука тяжело гнется, этот тренажер может хорошо ее, так сказать, реабилитировать, то есть, это такое лечебное ЛФК, то есть, это вам поможет восстановить подвижность ваших кистей, поднять силу до должного такого, там, уровня, ну, чтобы вы, там, могли, там, нормально руку сжимать, там, или еще что-то, то есть, в принципе, как восстановление профилактика травмы, это тоже хороший тренажер, довольно, с этой функцией он справится хорошо, то есть, если вы, допустим, травмировали руку, и вам нужно как-то ее восстановить, у вас есть лишние деньги, купите этот тренажер и со своей функцией он справится, хотя, опять же, есть более дешевые альтернативы. Собственно, из минусов и плюсов я вроде бы все назвал, возможно, что-то забыл, но я думаю, этого достаточно. И теперь, собственно, вывод, хочется сделать какой-то вывод, подвести итог, меня часто спрашивают, стоит покупать этот тренажер или не стоит, и сейчас я хочу сделать, ну, вывод, стоит ли это делать или нет, постараюсь сделать это непредвзято, собственно, стоит ли покупать этот тренажер. Однозначно, если вы какой-нибудь студент или, там, не знаю, школьник, вам нечего жрать, или вы, там, не знаю, купите деньги на завтраке, которые вам дает мама для того, чтобы купить этот тренажер, для того, чтобы в перспективе начать гнуть гвозди, не знаю, правда, ради чего, не знаю, многие думают, что если они начнут гнуть гвозди, им это даст какое-то мировое господство, какой-то всесторонний респект или еще что-то, то есть, если вы, допустим, школьник, ребенок, студент, я бы посоветовал бы потратить эти деньги на что-то более интересное и лучшее, то есть, можно сделать лучшее вложение, чем тренажер соцкого Бизон. Так, если вы человек, у которого небольшой финансовый достаток, что, в принципе, тоже может быть, это, это довольно распространенная вещь, то есть, если у вас просто не очень много денег, но вы хотите тренироваться, тоже хочется сказать, что тренажер соцкого не лучший для этого выбор, опять же, можно сделать более интересное и выгодное денежное вложение с большей пользой, то есть, если у вас мало денег, вы работаете там, не знаю, в общем, где вы работаете, получаете мало вам, едва хватает там концы с концами сводить, не стоит шоковать и покупать этот тренажер. Собственно, давайте теперь, скажем, теперь давайте назовем причину или причины, для чего этот тренажер все-таки стоит покупать. Ну, первая причина, это, например, вы являетесь коллекционером данных девайсов, то есть, если вы собираете эспандеры, вы собираете там какие-то приспособления для развития силы рук и вам доставляет это какое-то эстетическое удовольствие или какое-то еще, то есть, практическое. В принципе, это неплохой экспонат, который можно положить там на полку среди кучи эспандеров или еще чего-то, он будет хорошо смотреться. Иногда его можно брать там, потискать, потрогать. То есть, если вы эстет, если вы коллекционер, в принципе, да, этот тренажер стоит взять. Если же вы, опять же, если вы человек с достатком выше среднего, у вас довольно много денег, вы не страдаете, не пухните от голода, вам их некуда девать, возможно, тоже. В принципе, я бы тоже тогда взял этот тренажер, просто для того, чтобы, не знаю, чтобы он у меня был или еще что-то, но если у вас есть лишние деньги, если у вас есть много лишних денег, хотя, честно говоря, даже если бы у меня было очень много лишних денег, я не думаю, что я бы его купил. Ну, опять же, будем объективны, если вы человек с достатком выше среднего и вам интересно все это, возможно, его стоит купить. в общем, плюсы назвал, минусы назвал, итоги подвел, выводы сделал. Ну, тем не менее, это еще не все, и осталась третья причина, по которой я сел снимать это видео, и сейчас я вам о ней поведаю. Ну, в общем, между тем, мы перемещаемся к третьей причине, по которой я решил снимать это видео, и, честно говоря, когда мне задали вопрос по этому тренажеру, я начал, ну, естественно, там, немножечко почитал про него, посмотрел, не очень много, как мог бы, но, в принципе, мне хватило. И, честно говоря, когда я зашел на официальный сайт этого тренажера, я просто охерел с одной темой, в общем, благодаря тому, что я, собственно, нашел на этом сайте, я решил запилить третью причину, по которой я снимаю это видео. В общем, оно называется «Как умение гнуть и завязывать гвозди может пригодиться в повседневной жизни». То есть, понимаете, людям, которые купили тренажер за 5000 рублей, им мало того, что они, их руки станут немножечко сильнее от того, что они смогут завязывать гвозди, им, естественно, нужно как-то, ну, что-то еще, потому что, ну, естественно, когда ты платишь такие деньги, профит от того, что ты смог сгибать гвозди кажется не очень весомым аргументом, и им хочется, чтобы это как-то им пригодилось в повседневной жизни. То есть, им нужно как-то, ну, не знаю, кого-то впечатлять этим, еще там, зарабатывать деньги, я не знаю, призвание женщин, статус в обществе. В общем, все это они хотят, как бы, ну, купив этот тренажер. И, тем не менее, на сайте такая тема есть. Вот, и там две реальных истории из жизни, которые я прочитал, у меня просто вообще... Я даже не знаю, как это прогоментировать. В общем, ладно, давайте читать. «Казалось бы, какую пользу можно получить в реальной жизни от умения гнуть и завязывать в узел гвозди? Разве что поразить своих друзей или привести впечатление на знакомых девушек. Ну да, такой, знаешь, привел незнакомую девушку, там, не знаю, там, легли в кровать, и ты ее поражаешь тем, что завязываешь гвозди в узел. В принципе, ну, неплохо. Так, но приведенные мной ниже рассказы наших клиентов убеждают, что из этого навыка можно извлечь реальную выгоду, которую можно измерить в денежном эквиваленте». Чуете, да? Чуете, к чему идет? То есть, блин, все-таки призвание, видите? Кстати, да, вот сгибание гвоздей, это деньги, крошки. То есть, видите, можно девушек там поражать. Так, давайте почитаем. «История номер один или соблюдайте скоростной режим?» Это весной в Минске в районе Кольцевой дороги я в очередной раз встречался с дальнобойщиком из Нижнего Новгорода Игорем за последние два года. Это была наша четвертая и пятая встреча. Вначале Игорь купил Бизон-1 и Бизон-2. Блях, и чем они отличаются-то? Бизон-2, наверное, 10 тысяч стоит для себя. Затем уже брали для своих друзей. Ну да. Тренажер Игорь возит всегда с собой в машине, ежедневно его используют для тренировки, как для этого представляется возможность. И не случайно, что буквально через пару месяцев он отлично владел навыком завязывать гвозди буза. Через пару месяцев. В принципе, я вам по секрету скажу. Если речь идет о бузле с упором из двух соток, любой вменяемый мужчина должен его без особого труда завязать. Вот. Если речь идет о завязывании гвоздя без упора, там, ну, да, нужно немножечко потрудиться. Но, в принципе, два месяца. Если он дальнобойщик, он постоянно крутит баранку, и он должен так, блядь, эти гвозди завязывать. Без тренажера. Ну ладно. Так вот, Игорь во время нашей последней встречи поведал, что благодаря умению вязать гвозди он смог неплохо сэкономить. На мой вопрос, как обстояло дело, он рассказал, что в течение 2012 года в России его дважды останавливали сотрудники ДПС за превышение скорости, и оба раза ему удавалось избежать наказания. Ух. Когда его остановили за нарушение скоростного режима, терять ему было нечего. Ну да. Убился бы. И он договорился с работниками полиции о сделке, что если Игорь завязывает в узел гвозди, полицейский отпускает его в освояси. А если у него это не получится, то он платит штраф по максимальной планке. Блядь. Как это просто стрёмно и убого. Это я не знаю, это реально история. Говорят, что это реальная история жизни. Мне кажется, что ее кто-то придумал, какой-то не очень умный человек. Потому что, ну не знаю, допустим, я даже работаю ДПСником и останавливаю чувака за превышение скорости. И он говорит, давай я сейчас завяжу гвозди в узел, а ты меня отпустишь. Я бы ему еще на самом деле предложил бы в эту херотень подуть, чтобы, ну, понять, в меня ему он или нет. Потому что, какого черта? Ладно. Так, уже через несколько минут инспектор был вынужден пожелать Игорю счастливого пути и немного огорченным вернуться в патрульную машину. Правда, по словам Игоря, такой трюк в Беларуси, что называется, не прокатил. Был сотрудник ДПС в Минске, оказался поклонником тренажера Соцкого и на него трюк с гвоздями не произвел должного впечатления. Пришлось Игорю раскошелиться. Какова вероятность, что ДПС, который вас остановил, является поклонником тренажера Соцкого в Беларуси? Я не знаю. Причем, если он у нас стоит 5000 рублей, то в Беларуси он, наверное, стоит, не знаю, 5 миллионов или сколько там, миллиардов. Но, тем не менее, во-первых, какова вероятность того, что ДПС останавливает дальнобойщика и оказывается, что один вяжет узлы Соцкого, другой оказывается поклонником тренажера Соцкого. В общем, это все дико и нелепо и сама эта история мне бомбит задница от нее, потому что, не знаю, можно тогда попробовать ограбить банк, там, не знаю, убить 10 человек и когда вас, не знаю, будут приговаривать или ловить, вы скажете, хей, а давайте-ка сделку, господин судья, сейчас я вам завяжу узел Соцкого, вот, вы меня отпустите из зала суда, вот, похер, что я там убил 10 человек и да, такой завязал, и судья такой немножечко, как он там, так, 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 ага, ага, так, 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 то есть немного огорченным вернуться, да, то есть судья немного огорченный, как бы, ну, проигрывает сделку, забирает себе узел Соцкого, а вас, преступившего закон, отправляет во своясь, то есть это, блядь, это вообще история, ладно, идем дальше, как бы, история номер 2 или как бесплатно посещать дискотеку в Испании. второй случай тоже не выдуман, а, ну, раз не выдуман, хорошо, то есть я-то думал, теперь верю, он произошел в представительной компании, чего, с представителем компании тренажер Соцкого в Бельгии Алексеем Мулько в 2007 году, Алексей проводил летний отпуск в Испании, перед этим, благодаря, чуете, да, они вот торгуют этими самыми тренажерами Соцкого, а потом за ваши деньги в Испании отдыхать ездят, а перед этим, благодаря тренировкам с Бизон 1, он успешно освоил трюк с завязыванием 200-мм гвоздей в узел, его дает, море, солнце, пляж, дешевое качественное вино, чуете, да, спортсменчики, отличное настроение, что еще надо на отдыхе, по вечерам дискотеки, и вот тут случился небольшой прокол, приходя на дискотеку, Алексей заметил, что оставил бумажник в номере, что делать, возвращаться за деньгами совсем не хочется, и тут у него родилась замечательная идея, будучи азартным человеком, он обратился к охраннику с предложением, что если он завязывает гвозди в узел, то охранник пускает его на дискотеку бесплатно, с этими словами Алексей излег из барсетки две двухсотки и протянул их секьюрити, то есть вы понимаете, да, что Алексей забыл бумажник в номере, но он взял с собой гвозди в барсетке для того, чтобы пойти в клуб, блять, кто это пишет вообще, то есть, ну, ну да, действительно, я тоже паспорт с собой не беру, но 5 кг гвоздей таскаю, так, протянул их секьюрити, охранник покрутил гвозди, потужился, пытаясь их надогнуть, безрезультатно, нет, приятель, это невозможно, говорит охранник, если ты завязываешь их в узел, то не только сегодня пройдешь, но и целую неделю сможешь ходить сюда бесплатно, но если у тебя ничего не получится, лучше ко мне на глаза не попадайся, сказано, сделано. Я не знаю, на самом деле, кого берут в охранники в Мексике, о том, что, не знаю, там стоит охранник и ему не согнуть двухсотку пополам, это как бы ставит под сомнение его способности как охранника, потому что в случае кипиша, я не знаю, его самого там нагнут, потому что, ну, не знаю, как бы, ну, при слове охранник в клубе, как бы, представляется какой-нибудь крепыш там или здоровяк, а тут охранник не смог ее даже пополам согнуть, ну, в общем, сказано, сделано, ударили по рукам, Алексей взял, взялся за гвозди, через минуту узел Сотского был готов, через минуту, ну, изумление вышибало, не было предела, буквально через мгновение вокруг Алексея образовалась небольшая толпа из других охранников и прочего обслуживающего персонала заведения, пришлось ему изображать пюзел из гвоздей на бис, ну, да, вот прям все сбежались, прям, да, посмотреть, как охранники гнут гвозди, охранники пришли посмотреть, как там сгибают гвозди Алексей. Надо сказать, что представитель Секьюрити сдержал свое слово, Алексей, а также его жена целую неделю посещали бесплатно эту дискотеку. Помимо этого, как, че, как уважение клиентам кафе им точно представляли, о, кофе им тоже представляли за счет заведения, ну, прям вообще. В общем, вот это третья причина, по которой я хотел бы снять это видео, потому что, ну, потому что, я не знаю, это пиздец какой-то. Если это реально на ком-то работает, то, не знаю, покупайте эти тренажеры соцкого для того, чтобы, не знаю, нарушать правила дорожного движения, для того, чтобы на дискотеке в Испании ходить, чтоб вам кофе бесплатно наливали, ну, не знаю, по-моему, на кого это рассчитано. Ладно, все, короче, это был Виктор Блуд, вот такое вот долгое, нудное видео получилось. В общем, вроде я все сказал, если вам понравилось, ставьте лайк, не понравилось, тоже лайк ставьте. Покупать вам тренажер соцкого или нет, ну, не знаю, будете потом на дискотеку в Испании бесплатно ходить. Субтитры сделал DimaTorzok